Партия власти попросила губернатора Сипягина продолжить смягчение драконовских ограничений. Администрация Владимирской области уже начала пересматривать свои же жесткие антиковидные требования. 14 июля было принято решение, что ограничения, связанные с коронавирусом для фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских, перенесены на 1 сентября. Местное отделение партии «Единая Россия» считает такое решение победой здравого смысла. В то же время секретарь отделения Николай Петеримов выразил озабоченность по поводу общественного питания и других предприятий сферы услуг. Из-за сохранившихся избыточных ограничений в настоящее время тысячи жителей региона не могут посещать кафе, столовые, кинотеатры, детские центры и объекты туризма. Наблюдается угроза увольнения работников сферы услуг и общепита, у многих из которых семьи, обязательства по ипотеке и кредитам. Неуверенность в будущем всегда порождает переживание и социальную напряженность. Поэтому, проведя консультации с экспертами в сфере здравоохранения и изучив требования Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, мы пришли к выводу о том, что оставшиеся ограничительные меры для других отраслей также должны быть скорректированы. Прежде всего, считаю, необходимо разрешить людям посещать перечисленные выше предприятия без предъявления справок, QR-кодов и ПЦР-тестов. По крайней мере, до достижения уровня вакцинации 60% совершеннолетних жителей региона. Разумеется, что все это необходимо проводить с соблюдением требований Роспотребнадзора по количеству присутствующих посетителей, использованию средств индивидуальной защиты, а также организацию входных фильтров. Депутаты «Единой России» настаивают. Необходимо принять дополнительные меры и по организации вакцинации. Она должна быть доступна всем. Необходимо организовать дополнительные прививочные пункты, которые будут принимать жителей без предварительной записи. Разделяя ответственность за меры по борьбе с распространением новой инфекции, выражаем надежду, что представителями региональной власти будут услышаны наши аргументы, а изменения в указ губернатора будут оперативно внесены.